Ни для кого не секрет, что успехи любой команды зависят не только от квалификации 11 игроков на поле, но и от слаженных действий ее 12 игрока – болельщиков. К счастью, с поддержкой на стадионе у Кубани всегда был полный порядок. Фанаты желт-зеленых регулярно проявляли на трибунах свой креатив и успели прославиться на всю страну целой серии по-настоящему запоминающихся баннеров и перформансов. Однако совсем недавно социальные сети облетели изображение доселе невиданного на скрае футбольного творчества, а именно эмблемы клуба, превращенные в настоящее произведение искусства с помощью новомодной техники стринг-арта – особого способа создания объемных картин из сотен гвоздей и ниток. Автором всего шедевра оказалась Надежда Ильюнчева – болельщица Кубани, умело совмещающая в себе модельную внешность, статус молодой мамы и мастерство художника-декоратора. Началось все с мужа. Он у меня фанат вообще от рождения, можно так сказать. У него все там в семье фанаты, за Кубань болеют. Я, если честно, вообще даже знала, что, конечно, есть клуб, понятное дело, в Краснодаре живем на Кубани. Но у меня так сложилось, что никто не болел, ни папа, ни дедушка, вообще никто из мужчин, ни фанаты. А когда познакомилась с мужем, я помню тот шок, когда первый раз пошла на стадион. Такая романтика, он стоит рядом, орет, я в шоке, я там в интеллигентной юбочке, на туфликах, еще не понимала, куда я пришла. Создание клубной эмблемы в технике Стрингарта требовало практически ювелирной точности. Сперва на деревянном основании намечается будущий рисунок с помощью трафарета, затем по контрам набиваются гвозди. Этот этап требует особой осторожности. Велик риск получить производственную травму. Пальцев было сбито один, но сильно. Вот, собственно, поэтому в середине процесса уже была придумана такая технология, может, кому-то поможет. Это от обычных строительных малярных перчаток отрезать вам кусочек. Вот, и на палец. Дальше на сами гвозди уже наматываются нитки. Вот, в какой последовательности это уже зависит от мастера, потому что в какой последовательности намотает, так оно и будет выглядеть. Потому что рисунок, он достаточно объемный. Если в правильном порядке намотать, сначала определенный цвет, потом следующий, потом контур, будет выглядеть совершенно по-разному. Когда все гвозди и нитки уже заняли в композиции свои законные места, наступает время для последнего штриха. Надежда покрывает эмблему несколькими слоями акриловой краски, что не только придаст ниткам нужные цветовые оттенки, но и позволит им не портиться гораздо дольше. Итоговая композиция имеет ровно метр в диаметре, а вот цифры по расходным материалам по-настоящему впечатляют. Ушло около полутора километров пряжи, это примерно шесть упаковок, по 240 метров стандартные. Пряжи разной толщины, ну и разных цветов, ни одного мотка, одного цвета. И гвоздей, около тоже тысячи гвоздей, это примерный счет, потому что тоже никто их не считал, если будет желание, пусть посчитают, конечно. Разумеется, завершив работу на композиции, художнице захотелось первым делом показать ее своим кумирам, футболистам. Надежда с гордостью демонстрирует нам оборотную сторону эмблемы и объясняет, как на ней оказалось столько автографов. Это был вообще восторг дикий. Само собой, в итоге ребром стал вопрос, какова дальнейшая судьба эмблемы. К счастью, оптимальное решение, пусть и не сразу, но все-таки было найдено. Не знали, что делать, потому что дома оставлять тоже слишком громоздко она. Была бы поменьше, по-любому бы дома оставили бы, конечно, себе. А так, ну она очень большая просто. Надо куда-то, где она, ну люди могли посмотреть, потрогать. И были предложения подрить в музей. Ну, меня опередила сама Кубань. Позвонила раньше. Вот. Так что в итоге в музей, скорее всего, и попадет.